Так что ты ищешь, я думал, твоя команда будет. Один член жюри ИЗО хотел тоже... Неудержимый, нет. Ты просто не голосуешь за свой проект. В конкурсе все остальные могут. Этот проект гидро, децентрализованная социальная сеть. Нужны все, прототип собирается. А, уже что-то другое, изменения почти. Похожи, очень. Пожалуйста. Всем привет, получивший организатор и спонсор, и ментор, и участник. Ну, окей. Вы уже заметили, что много стартапов говорят о выпуске частных обязательств. Например, долях в этих стартапах, участие в будущих прибылях, все что угодно. Фактически это все частные долги. Мы начинали с того, что думали о децентрализованной социальной сети. Все это сильно приклетается. Потому что доверие и есть деньги. То есть доверие к тому, что стартап стартанет, и можно как бы расплачивать. Дальше. То есть, в итоге что у нас получается в идеале? Если вы хотите торговать частными обязательствами, ну, векселями, то вам либо нужна централизованная система, либо хотелось бы иметь полностью децентрализованную. Потому что централизованная дорогая. То есть мы хотим ее построить. То есть эту децентрализованную сеть, в которой каждый может выпустить свой долг, отдать его людям, которые ему доверяют. Это просто сделать, когда есть третья доверенная сторона, которая, опять же, занимается идентификацией людей, потому что они не мошенники, да, и страхованием от убытка. Естественно, это большой friction, потому что централизованная сторона берет комиссии, это долго. То есть выход на IPO, все знаете, стоит там больше многих. Если у вас есть блокчейн, доступ к блокчейну, то вы тоже можете делать без третьей доверенной стороны. То есть все будут видеть долги всех в одном месте, ну, bitcoin, блокчейн, или в другом-то другом, и таким образом их передавать друг другу и оценивать. Но глобальный блокчейн не масштабируемый, это большая проблема. Вы не можете всех засунуть в одно хранилище. Собственно, наша задача, ну, даже в этом зале присутствует два человека, которые делают подобные проекты в своих странах. Вот частный, вторичный рынок, вторичный рынок частных долгов. Собственно, мы хотели разработать полностью децентрализованную сеть, принципы, которая не содержит точек доверия, то есть каких-то институций, и которая не использует глобальный блокчейн, в котором все видно. Просто потому, что все туда не влезут. Мы разработали архитектуру. Вчера был очень большой брейншторм, там, 7 часов подряд, со всеми участниками. В итоге, в принципе, что каждый участник сертифицируется с помощью открытого ключа, сертификата. Участник имеет своих кредиторов, и он знает. Участник хранит также кредиторов всех своих кредиторов, то есть до второго уровня отношений. Он все изменения своей кредитоспособности согласовывает со своими текущими кредиторами. То есть, хочешь получить новый долг – согласуй с текущими своими кредиторами. Дальше он участвует также в подтверждениях для своих друзей, для которых он кредитор. По сути, вот на рисунке, вот я участник красники. Я должен хранить информацию обо всех своих ближайших друзьях, которые доверили мне деньги. И храню информацию обо всех друзьях своих друзей. Ну, в социальных отношениях. Или аналогично, вот другой участник будет хранить другую подможество информации. Ну, в блокчинг подобной базе. Если происходит обмен обязательствами, вот конкретно вот этого участника, вот его долг передается, ну, вексель. И его нет онлайн, то есть он реально не присутствует. То его друзья, которые ему заверили деньги, будут валидировать эту транзакцию в децентрализованной сети. В итоге, на вот этой офигенно сложной картинке видно, в какие операции консенсуса, то есть в валидации, этот участник будет входить. То есть он будет валидировать вот тут своих друзей, ну, все передачи долгов, выпуска. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, то есть вот эти вот сложные системы. В итоге, у нас получилось, ну, сваживать в голове видение, как это должно работать для неограниченного объема пользы от атереи. Все. Спасибо. Ну, да и наоборот, мы написали, как бы, ну, прототип статьи. То есть там описаны, ну, основные принципы, картинки вставали. Спасибо. Вопросы. Еще один такой сложный технический проект. Даже обзумать надо. Спасибо тебе большое. Иди в жюри дальше. Спасибо.